И створение святителя Иоанна Затауста, беседы на Евангелие святого апостола Иоанна Богослова. Со смиренно-мудрием ничто не может сравниться, потому и Христос начал с него учение о блаженствах, намереваясь положить как бы основание величайшего здания. Он поставил прежде всего смирение, без него невозможно спастись, хотя бы кто постился, молился, подавал милостыню, но если делает с гордостью и не имеет смирения, все это мерзко, а если делает со смирением, то вожделенно, достолюбезно и благонадежно. Итак, смирим себя, возлюбленные, смирим. И если будем бодрствовать над собою, то этот добродетель будет для нас очень легка. Да и что в самом деле может возбудить тебя в гордости, человек? Не видишь ли ты ничтожества твоего естества, удобопреклонности ко злу твоей воли? Подумай о своей кончине, помысли о множестве грехов. Но может быть ты совершил много великих дел и потому высокомудрствуешь о себе, но этим-то и теряешь все. Не столько грешнику, сколько добродетельному нужно заботиться о смирении. Почему так? Потому что грешник нуждается к смирению с совестью, а добродетельный, если не очень бодрствует над собою, как будто подъятый ветром, превозносится и тотчас омрачается, подобно известному фарисею. Ты помогаешь бедным, но ты подаешь им не свое, а Господне, общее для всех подобных тебе рабов Его. Поэтому-то в несчастье ближнего, провидя и свое собственное, и в других изучая свою природу, тем более надобно смиряться. Может быть и мы произошли от таких же предков, а если нам досталось богатство, то оно снова может и уйти от нас. Да что такое богатство? Тень пустая, дым исчезающий, цвет травы или, лучше сказать, и цвета ничтожнее. Что же ты надбиваешься травою? Не достается ли богатство и ворам, и любодеям, и блудникам, и расхитителям гробов? То ли надбивает тебя, что имеешь таких сообщников в стяжании, или ты любишь честь, но для чести нет средства вернее милостыни. Почести, приобретаемые богатством и преобладанием власти, бывают вынуждены и ненавистны для других, а почести за милостыни воздаются по доброй воле и по совести людей почитающих. Потому-то сами почитающие никогда не могут и отнять этих почестей. Но если люди питают такое уважение к милостивым и желают им всех благ, то подумай, какую награду, какое воздаяние получат они от человеколюбца Бога. Будем же искать этого богатства, вечно пребывающего, никогда не исчезающего, чтобы, сделавшись великими здесь и прославившись там, достигнуть вечных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отсутся Святым Духом, слава ныне и пресна и во веки веков. Аминь. О, страхом Божиим и верою приступите! О, Господи, крятой Господи! О, Господи, я истинам! Молимся, причастники! Верую, Господи, исповедуя, катейся воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедай в мир грешно, спасти от них же первый из мах. Ищи, верую, катейся самое причистое тело, это самая честная кровь твоя. Молюсь оба тебе, помилуй меня и прости, мне вся прегрешение мое, вольное и невольное словом, я же делом, я же видней и невидней. Исподобь меня судье, напричастись все причистое твоих таинств, восстановление грехов мой и жизнь вечной. Аминь. В вечере твоя тайна, не сцени Божьим причастниками, а прими. Небо врагом твоим тайну повемнил, обзаняй тебе на мякою, да ну-ка, разбойник, исповедуй тебя, помяни меня, Господи, во царстве твоем. До них суд или в осуждении будет мир причащения, причистое твоя тайна, новое исцеление души и тела. Аминь. Прочистое тела и крови у Господа, Бога и спасла нашей Креста, причащайся на Госпус Виктор, во поставление грехов в его и жизнь вечной. Прочистое тела и крови у Господа, Бога и спасла нашей Креста, причащийся на Господに уступили в государство, Крепов его и в жизни вечную. Аминь. Пречистое тело и крови у Господа Бога и Спаса нашего Христа Пречистое тело и крови у Господа Бога и Спаса нашего Христа Пречистое тело и крови у Господа Бога и Спаса нашего Христа Пречистое тело и крови у Господа Бога и Спаса нашего Христа Пречистое тело и крови у Господа Бога и Спаса нашего Христа Пречистое тело и крови у Господа Бога и Спаса нашего Христа Пречистое тело и крови у Господа Бога и Спаса нашего Христа да Бога и спасся наше из креста, прищащается Роба Божия, не анила. Бог, в том виде грехов, и вечно. Аллилуйя! 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 Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Паси Божией, люди Твоей, благослови и достояния Твое. Песня. 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 Господи, помолимся! 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 Помолимся! Господи, помолимся! Помолимся! Господи, 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 помолимся! в разуме, ибо исполнение заповедей Твоих, да так, как предуготованных прославят Пресвятой имя Твое, и будут наследниками Царствия Твоего, и если Бог силен в милости и благ в крепости, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу, и следуй, если в Тому Духу ты не пресняй, во веки и веков. Богословение Господне на вас, и благодать для человека и для себя на импульс в раме и веков. Аминь. Аминь. Песня. 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 Благодаря Господи, помилуй, благослови. Пристос истинный Бог наш, молитвами причистят Своей Матери, святых славных и святых апостолов, преподобных и богоносных отец наших, и живых святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустова, святых праведных Богов, отец своих иманных всех святых, помилуй и спаси нас, яко благо человека любит. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Иоанна Златоустова. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. То есть о том, как важно знать, какое звание мы носим, христианин. А то у нас получается так, стоим мы в храме, благочестивые христиане, одетые, подпоясанные все. Смотрю, как-то собирается брат город, уже без пояса и открыто все. Я говорю, а что ты так-то, почему? А я еду, говорит, там с безбожниками буду общаться, поэтому я по безбожному и оделся так уж. То есть, чтобы там меня не узнали, что я христианин. А это, значит, что есть? Это уже есть отречение от того звания, которое ты носишь. Да я нет, не отрекаюсь. Ну как мне отрекаюсь? Делами отрекаемся, на словах мне-то делами-то. Большица ценится дела. И вот посему Спаситель не сказал, не исполняющий волю мою. Потому что на первый раз дозволено было, чтобы и первая мысль принята бы, была слушателями, а последняя была слишком высока для их слабости. Впрочем, в первой мысли заключается и последняя. Притом, и то должно сказать, что воля Сына неразлична от воли Отца. Однако и Христос не остановился на указанных словах, но сказал еще гораздо более. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? То есть не только тот лишается Царствия Небесного, который имеет веру, а жизни не родит, но равно будет устранен от священных врат. Его и тот, кто при вере сотворил даже много знамений, а доброго ничего не сделал. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Видишь ли, как неприметным образом Спаситель уже вводит в свое собственное лицо и, закончив всю беседу, объявляет себя судьею, что наказание постигнет грешников. Об этом он объявил выше. А кто будет наказывать, это он открывает уже здесь. Впрочем, не сказал прямо, я буду наказывать. Но многие скажут мне, через что внушает то же самое. В самом деле, если бы не сам он был судьею, то как бы сказал слушателям, и тогда объявлю вам, я никогда не знал вас, отойдите от меня. То есть не только во время суда, но даже и тогда, когда вы творили чудеса. Потому это ученикам своим говорил, не радуйтесь, что духи повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Да и везде он повелевает иметь великое попечение о жизни. Невозможно, что человек, ведущий добродетельную жизнь и свободный от всех страстей, когда-либо был презрен, хотя и случится ему впасть в заблуждение. А Бог тотчас привлекает его к истине. Аминь. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Причастники поблагодарим Господа. Благодарю тебя, Господи Божему, яко не отлинил меня и си грешного, но общниками, быте святые, кто исподобен и синим. Благодарю тебя, яко не недостойного, причастникися, причисти к твоих и небесных дорог. Подобил и синим, но младших и человека, любче нас, родим, веры, жил и воскресы, и дарвал нам в каждом синим творящим таинством. Бог, благодеяние, священец, души, телес, наши дарь, выписи, и милое исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, просвещение очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, веру не постыду, любовь не лицемерную, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей твоих, приложение божественное твоей благодати к твоему царству присвоения, да во святыне твоей, и не сохраняя, твою благодать упоминаю всегда, не к тому себе живу, но к тебе, нашему, владыцу и благодетелю. И так, о себе, жития и шерсть на надежде живота вечного, предназвучный достигнул покой, и держи празднующий, гласник пристанный, и бесконечная сладость, зрящих твоих у лица доброду неизреченную, скребывайся истинное желание, неизреченное силе, любящих тебя, Христе Божий нам, и тебя поесть от твари в обителье. Владыка, Систье Божий, Царю веков и Садителю всех, благодарю тебя, а все, я в миссии подал благих, и я причащений, причистых и дотворящих твоих таян, молю, Бога, Тебя, блажей, человека, любящих, сохраняю под трону твоим, честенье крыло твоей, и дарами чистой совестью, даже до последнего моего вздыхания, достойно отчащайтесь от святых твоих, восставление грехов и жизнь вечную, требуясь и хлеб, животные, сочник святых, и податель благих, и тебе слава высылаю, за целый святым духом, ныне и пресно, и вовеки вековами. Дабы пищу мне плоть твою, волю, огонь сыр и поля не достойны, да не опоришь и меня, Садителю мой, пачи же, враги его, убивая, во вся состава, во укропу, в сердце, пополи тебе вне всех моих прегрешений, душу очисти, святи и помышления, составу тверди, свят мне вкупе, чувств просвети, простую петерицу, сегомя спригвозди, страту твою, призна покрыть, соблюди же, и сохрани ли от всякого дела и слова души кленного, очисти, а мы ее красиво, удобрив, разуми и просвети, покажи имя, твое селение единого духа, и не к тому усиление греха, да я как твоего дома, в ходом причащения я как, днями не бежит всяк злодеи, всяка страсть, молитвенники тебе приношутся, святые, чина начали же бесплотны, предпечу твоего, премудрые апостолы, сим же, твою несверну, чистую матерь, их же мольбы, благоутробней прими, Христе мой, и сыном света соделать, твоего служителя, ты боясь и освящение, единый нашим, блажь и души светлость, и тебе, липоподобная, ко Богу и владыце, славу всего ссылаем на всяк день, тело твое, святое, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь твоя честная, в оставлении грехов, будешь же мне благодарение сие, в радость, здравие, веселье, страшно жить второе пришествие Твое, сподобие грешного, стадия весной славы Твоей, молитвами причистия Твоей, Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете повроченные, моей души, надежда по крови, привелищие утешение, радование Мои, благодарю Тебя, яко сподобил меня, си недостойного, причастника, быти причистого, тела и честные, крови Сына Твоего, наросшая истинный свет, просвети Моя умные очи сердца, я же источник бессмертия, рожая, оживотвориме, умершленного грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Матерь, помилуемя и дашьми умиления и сокрушения в сердце Моем, и смирения в мыслях Моих, и воззвания в пленениях, помышлений Моих, и сподобия до последнего издыхания, неосужденно приимати причистых, тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подачьми слезы покаяния и исповедания, во ежепетие славите Тя, во все дни живота Моего, яко благословенное, при прославленной Си, во веки, аминь, ныне отпущайши рабат Твоего, владыка, по глаголу Твоему, с миром, яко види с того, чему и спасение Твоим, держись и уготовал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пресна, и во веки веково, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресной во веки веково, аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, як уже мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от Лука в угон. Браготвое, Царство, Сила и Слава, Царь Сына и Святаго Духа, и Небесной во веки веково, аминь. О, с Твоих, як уже светлость огня, во сиявшим благодать вселенную просвети, не сребролюбие мира ведь сокровище с низка, высоту нам в смиренном умбле показав, но Твоими словесы наказуя, очи Иоанне Златоусти, моли Слово Христа Бога, спастися душам наши, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, как небес приялась и Божественную благодать и Твоему, нами все учише поклоняйтесь, откроется единому Богу, Иоанне Златоусти, Всеблажение, преподобнее, достойно хвалим Тя, и сей его наставник, як и Божественное, являя имение и пресное во веки веково, аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не пресли грешных молений гласы, но в предварениях обладая на помощь на сверно зовущих Те, ускори на молитву и почистя на умоление, представительствующих Пресно Богородицей, ждущих Те. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Иписанного Викили, Честнейшую и Кировину, славнейшую без сравнения с Ерофим, Блезострение Бога Слова, Равшую Сущему, Молодецу Тебя Величаем, Именем Господнем Благословим Общаем. Молитвами Святых, Отец Наших, Господи Иисусе Божий Наш, помилуй нас. Аминь. Сегодня заканчивается Успенский пост. Но так как праздник Успения Божья Матерь приходится в пятницу, сегодня только разрешается на рыбу. То есть елей, ленок и рыба. Вот если бы это был господский праздник, вот когда Рождество бывает в пятницу или среду, то тогда разрешается пища на все. Но так как Богородчина, только на рыбу сегодня разрешается. Все, храни всех Господь. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...